Добрейших вечерочков, господа! Касочка Джаггер, Сашечка Шлягер, Световичок нас сидит, трудолюбимый! Хорошо, в полном расцвете сил, скотина! И сегодня у нас такой интересный экскремент! Мы будем готовить крабовый салат из самых дешевых ингредиентов, которые я найду в магазине, в Ашане. И из самых дорогих ингредиентов, которые я найду, в том же Ашане. В общем, мы берем за основу максимально классический рецепт крабового салатика. Это где кукуруза, крабовые палочки, яйца, лук, огурцы. Огурцы, кстати, я вот не очень люблю в крабовом салате, но пусть будут, больше классики. Кто-то еще в классике кладет рис, но мы рис класть не будем. Это для добавления объема кладут, а нам зачем лишний объем? У нас вон какой объем в талии, у нас с Джаггером на двоих 250 талия, представляете? Талия, Анталия. Шутить ты будешь сегодня, нет? Сидит, трудолюбимый! Коллективчик, блядь, собрался. Все же, давайте приступать к готовке, уже не терпится, уже сил никаких нет, как говорится. Давай накатим еще, может? Нет, это слишком много. В смысле? Я трезвый. Айда, готовьтесь, родные мои, поехали! Итак, вот наш стол бичевских ингредиентов для нашего крабового салата. Все, прошу ваше внимание. Сейчас о конкретней, о каждом инди-криенте расскажет Световик. Давай, рассказывай. В первую очередь, это мои любимые инди-криенты. Это мой любимый салат из моих любимых вещей. Вот это я обычно ворую на Зеленодольской. Это мне дают на работе так, по блату. Здесь, за то, что у меня не разгибается рука. Это бабушка моя делает, это тоже бабушка, а это дед. Ну все, в принципе, понятно. Осталось настрогать, и будет вам несчастье. Раз, два, три, Световик во сне умри. Все, готовченько. Вот так готовить я люблю. Но это полдолго. Все, перемешиваем и кладем по тарам. Вот так вот. О, оп, так. Все, до последнего. Тихо, тихо, держи, держи. Держи, Василий. Тяжело. О, все, наложили. Бачки, вот и пришла пора готовить второй. Уже на этот раз дорогой и вкусный салат из хороших ингредиентов. Сейчас в двух словах. Крабовые палочки бити с натуральным мясом краба. Наверное, 630% мяса натурального краба, но стоят они в районе 250 рублей. Когда в жизни такие палочки не покупал и больше, наверное, никогда себе не куплю. Пришлось кредит брать. Огуречки, написано, выращен в экологически чистом районе Рублево-Успенского шоссе. Напрямую из Рублевки нам огуречки доставили, блядь. Газоны не нужны нам. Ну все, тут что, курузка, майонез, яичко девиевское, прямо из монастыря. Вот, лук серебристый. Видишь, какой серебристый лук, Световик, как твой крест. Только твой крест не из настоящего серебра, а лук тоже. Все, давайте-ка теперь вот это аккуратненько нашинкуем и будет огниво. А раз, два, так сказать, и три. Вот тебе и три. Зе, Захар. Все, складываем это в кубок огня. Только на этот раз аккуратно. Все-таки, извините, не Бичевский у нас здесь променад. Дайте мне эту парадную чашу. Ты сука! А вот и готовенько. Давайте скорее жрать! Работаем! А сейчас, дорогие мои друзья, мы будем ставить чистый эксперимент. Мы сейчас будем дегустировать каждый индигреент. Индигреент, как он там? Иди... Иди-ка ты знаешь куда! Индигреент! Да индигреент, я так говорю, это неправильно. Идигриент. Индигреент. Индигреент? Индигреент. Игредиент. Ингредиент! О, ёпта мать. Сейчас мы будем пробовать каждый ингредиент вслепую. И я попытаюсь, попытаюсь угадать, это дешевый продукт или дорогой продукт. Давайте. Я отсюда вижу, что это нереально сделалось. Чего мы начинаем, подскажите мне? Божественно начали, что ли, я не пойму, блин. Лук, капец. Я должен угадать, который из этих луков дешевый, а который дорогой. Правильно? Световик, ты будешь мне помогать в этом? Да. Ну хорошо, начну с левого. Давайте попробуем. Дай сюда. На вкус как лук, сука. И второй. Ох, он на самом лодке бьет. Ты что мне дорогой не даешь? Так это дорогой все-таки? Я просто спрашиваю. Ты где-то? Фу. В общем так. По насыщенности вкуса я бы сказал, что вот этот первый, левый, он вкуснее. Я предположу, что он подороже. Я угадал? Твою мать, не угадал. Насыщенность сока. Господи. Сотик, дорогой. Джаггер, будешь дорогой лук? Естественно не будет. Блин, все, просрал. Очко в не мою пользу. Почему-то левый мне понравился больше. И даже очко уходит в цветовику. Очко уходит в цветовику. Хорошо, пожалуйста. Давайте следующее. А знаешь, для чего мне нужно очко? За что? А вот у кошек 9 жизней. Я хочу называть себе 9 очко. То есть если одно продвигает, останется еще 8. А, ясно. То есть 9 попыток понять свою ориентацию. Я правильно понимаю? Не опетушиться. Ой, братан, уже поздно. Все, поехали дальше. А как ты поешь, что Джаггер справа у тебя повязка? Интуиция, наверное. О, кажется, крабовые палочки. Все, давайте пробовать. Пробуй левую. О, это не крабовые палочки, это огурцы. Нет, это плохие крабовые палочки. Так, огурец 1 и огурец 2. Выбор очевиден. Вот это дорогой огурец, вот это дешевый огурец. Все, справа я прям чувствую вкус огурца. Справа прям четко хороший огурец должен быть. Рублевский. Да, это не важно, это не важно. Отлично, с огурцом не прогадали. 1-1. 1-1, да. Ашко, Гриффиндуру. Так, дальше. Что-то жидкое. А, это майонез, что ли? Господи. Интересно, как ты мне передашь? Да подожди, Джаггер. Ты там лижешь что-то, сука? Погоди, где второе блюдце? Подожди. Одно блюдце? Да. Световик, пошел с жопы, ты майонез не пробуешь. Да подай с пальца. Да это по-гейски. Давай с пальца. На, пробуй. Первый. Что ты суешь? Да я не вижу ничего. Тихо. Я не знаю, ты хотя бы видишь консистенцию. Я за второй. Но пальцы твой вкуснее всего. Я без понятия, они оба такие уксусные. Да Джаггер сейчас все распробует на раз. Даже не знаю, они одинаковые почему-то. Я за первый. Раз ты за второй, я за первый. Первый качественный. Я угадал? Отлично. Да? Да. 2-1. 2-1, Световик. С какого? Неудачник. Все, пошел вон. Следующий лот. Доска, два соска. Так, так, яйца пошли. Вот, кстати, если видеть, можно понять, какой из них лучше, потому что дороже то, что у которого ярче желток. Я не вижу, сейчас буду пробовать. А почему Джаггер ничего не пробовать? Обойдется. Пока вкус не забыл. Вкус яиц практически идентичен, но в этой ситуации я голосую за второе, которое справа. Я угадал? Отлично. 3-1, Световик. Я не голосовал. А мне плевать, я выигрываю. О, наконец-то, крабовые палочки. Вот здесь должно быть очень просто. Блин, я не могу понять, они одинаковые были сейчас. А можно еще? Извини меня, я взял палочки за 20 рублей и за 250. Разница должна быть, наверное. Как минимум в 10 раз вкуснее что-то должно быть. Ну, кажется, я все понял. Вот это дорогая палочка. Вот это дешманская. Я больше, чем уверен, что я угадал. Правильно? Отлично. Не знаю, первый раз я не понял. А первый раз доходит долго. Шлягин. Оу. А ты в курсе, сколько световое оборудование электричество расходит? Что расходует? Электричество сколько расходит, ты в курсе? Я в курсе. Меня еще это прадед научил считать электричество. Он на войне электриком был. У него даже на каске две молнии было. Долго прадед жил? Нет, он на войне, к сожалению, умер в концлагере. В печи сгорел? Нет, со смотровой вышки упал. Ой, кукурука пошла вперед. Зашибает на выбор, затеял немножко. В общем, кукуруза справа, вот эта, вкуснее. Она более дорогая? Потому что ты привык. Что, я привык ездить? Дай мне подограм всю талеку. На, не могу отличить дешевый продукт от дорогого. Так зачем переплачивать, если тебе кажется, что дешманское вкуснее? Правая ситуация, которую ты выбрал. Ну? Она сочная, но мягкая. А вот левая ситуация, она тоже сочная, но твердая. Все неправильно. Джай, ты будешь кукурузу? Ну что, теперь давайте попробуем основной продукт. Давайте попробуем все это в салате. Также вслепую. И попробуем угадать, какой салат из дешевых мы где-то, какой из дорогих. Я думаю, на этот раз все будет просто и понятно. В общем, сейчас будет для вас электронная подпись, где дешевый, где дорогой. А я буду пробовать. Я надеюсь, это будет очевидно, потому что я посчитал стоимость. А сколько вышла миска салата дешевого и сколько вышла миска салата дорогого. Я, если позволите, сейчас посмотрю. А ты как сможешь через маску, например? Да я вот снизу. Какого снизу? Ах ты, сука. В общем так, ингредиенты для дорогого салата стоили 563 рубля. А ингредиенты для дешевого салата стоили 212 рублей в итоге. То есть в 2,5 раза разница. Ну что, давайте пробовать и угадывать. Начнем слева, как обычно. Уйди отсюда. Пока ничего не могу сказать. Могу сказать вкусно. Вот вкусно. Слева и справа. Сейчас еще прям один момент. В общем так, я делаю свой выбор. Тот салат, который мне больше нравится, я оставляю себе. Тот салат, который я считаю из дешевых ингредиентов, отдаю джаггеру. Я надеюсь, я не погорю. Джаггеру я отдал левый, тебе оставил правый. Я был прав. Ес! Хоть чем-то не обозрался. А ну дай попробую. Нет. В смысле? Оля, сейчас пущусь. Потому что я чувствую, что вкус глуп... Вкус гораздо глубже. Пошел ты ее в салат. Тихо, погоди, мне оставь. Вон дешевый для тебя был припасен. Чего вы? Вообще-то мы дешевый салат готовили для джаггера и для тебя. А дорогой для меня и для оператора. Кстати, вкусно. Очень вкусно. А что стоит? 560 рублей на карту, перечисли мне, пожалуйста. Проведенный эксперимент оказался более-менее удачным. По крайней мере, конечный продукт нам удалось распознать по качеству. Вкус глубже, приятнее и более яркий и насыщенный. Но, по крайней мере, я не скажу вам, что вкус очень сильно отличается. Что этот салат вкусный, что этот салат вкусный. Я бы не стал в любом случае покупать крабовые палочки за 250 рублей для крабового салата. Получилось и здесь, и здесь. Интересно, вкусно и приятно. А может, просто я не особо привередливый, как мой волосатый дружочек. Я про джаггера сейчас, если вы не поняли. А с вами были... Хаски Джаггер, Сашка Шлягер... Шлягер... И Светулик... Ари Ведрорчи! До новых ублюд, господа. До новых ублюд, господа.